7 апреля правоохранители задержали гражданку Российской Федерации, которая последние годы проживала в Харькове, Ларису Чубарову. У неё обнаружили самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинскую символику. После этого Чубаровой объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Посягательство на территориальную целостность Украины и незаконное обращение с оружием. Россиянку подозревают в совершении терактов, в том числе подрыве стелы на проспекте Правды. В следствии есть доказательства по поводу того, что Чубарова Лариса Викторовна поддерживала. И не просто поддерживала, а являлась активным участником ДНР. Поэтому это было всё предоставлено в суде. На заседании присутствовал переводчик. Он переводил Ларисе Чубаровой все реплики участников процесса с украинского языка на русский. Подозреваема в терактах свою вину отрицает. На суде россиянка заявила, все предъявленные ей обвинения сфабрикованы. Всё, что происходит на сегодняшний день, это фальсификация. Нашего милого прокурора, который стоит и улыбается, следователей СБУ. Очень много, скажем так, абсурдных вещей, которые даже, в общем-то, бессмысленно комментировать. После ареста Киевский райсуд вынес решение о содержании Чубаровой под стражей в течение двух месяцев. Её адвокат Ирина Кузина потребовала от областного апелляционного суда изменить меру пресечения. А кроме того, говорила о нарушении прав человека и просила выпустить обвиняемую из металлической клетки, ссылаясь на практику Европейского суда. Суд дал возможность Чубаровой на заседании сидеть рядом с адвокатом, а вот из-под ареста не выпустил. Я считаю это решение всё-таки незаконным, потому что были законные основания для удовлетворения апелляционной жалобы. Как уже сказала моя подзащитная, и она сожалеет также, что к конституционному обжалованию это решение не подлежит. Но у нас есть международные механизмы по обжалованию решений национальных судов. Тереза будет находиться в СИЗО до 4 июня. Виктория Вашкевич, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».